МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Алматинской области будет производиться своя бытовая техника. АСАР по-Толгарски. В селе Панфил в Толгарского района многодетная семья после пожара осталась без крова. Кто и как помог погорельцам? Поручено, сделано. Первый по стране после столицы фронт-офис открылся в Талкургане. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предприятие по производству газовой и электрической бытовой техники появится в Алматинской области. Сегодня представители компании ФМС Метал встретились с главой региона Аманда Комбаталова. По плану ожидается привлечение 2 миллиардов тенге частных инвестиций. Подробности в следующем материале. Завод ФМС Метал – один из лидеров по производству газовой и электрической бытовой техники для кухни в Турции. Продукция компании реализуется в 130 странах мира. Предприятие с более 40-летней историей сегодня является крупнейшим производителем отдельно стоящих и встроенных духовок, настольных плит и кухонных вытяжек. Реализация проекта позволит выпускать в Алматинской области разные виды качественной и брендовой бытовой техники. Ваши решения о создании такого предприятия в Казахстане, в частности, в Алматинской области, правильные. Со своей стороны мы поддержим вас. Считаю, что это предприятие окажет существенное влияние на увеличение продуктов с маркой «Сделано в Казахстане». Место производства уже определено. Новый завод появится на территории села Жармухамбет Карасайского района. Для реализации проекта компании получен в аренду земельный участок. Площадью 12 гектаров открытие объекта позволит создать 500 новых рабочих мест. Готовая продукция будет предоставлена на рынке страны, а также экспортироваться в соседние Узбекистан и Кыргызстан. Встреча с Акимом области оказалась продуктивной. Аман Дыкбаталов дал поручение своим специалистам оказать нам всестороннюю помощь. Уверен, плоды нашего труда помогут укрепить дружбу между Казахстаном и Турцией. По плану запуск производства ожидается в конце текущего года. Азаджу Маханов, Жаслан Шинкенжи, телекомпания «ЖТСО» из Алматы. Мир не без добрых людей. В результате пожара, произошедшего три дня назад, многодетная семья в Толгарском районе лишилась дома. Обескровленная чета не знала, что делать и куда идти. Узнав об их трагедии, клич «объединиться и помочь» бросил Акимобласти Аман Дыкбаталов. Его инициативу поддержали предприниматели. 25 февраля 2020 года. Этот день навсегда останется в памяти у многодетной семьи Щенгельбаевых. В результате замыкания электропроводки в один день они остались без крова. Все накопленное годами было уничтожено огнем. Благо, никто из семерых детей не пострадал, рассказывает глава семейства. «Спасибо большое, что подарили нам такой большой и уютный дом. Если честно, я этого не ожидал. После пожара я опустил руки, не знал, что делать. Это были очень тяжелые дни для нас. Однако беды уже позади. Сегодня у нас появился собственный дом. Он куда больше и красивее прежнего. Наши дети в восторге». Весть о том, что семья в Толгарском районе лишилась дома, дошла до Акима Алматинской области. Амандык Баталов призвал меценатов не оставаться равнодушными и протянуть руку помощи. На призыв главы региона откликнулось руководство компании «Оркиниет Констракшн». Они вручили семье ключи от пятикомнатного дома. «Купить такое мы бы не смогли», – говорит глава семейства. Подобная недвижимость на рынке Толгарского района обходится в 10 и более миллионов тенге. Но не только приобретением жилья порадовали погорельцев меценаты. В доме имеется необходимая мебель и даже хозяйственная утварь. «Мы очень рады, что смогли оказать помощь семье Шенгельбаевых. На протяжении двух дней мы искали дом в селе Панфилов. Хотелось найти большой и уютный. У нас это получилось. Видеть довольные лица детей – для нас одно удовольствие. Хочу отметить, что наша компания на протяжении нескольких лет занимается благотворительностью». С миру по нитке. Односельчане Шенгельбаевых также не остались в стороне и помогли семье всем, чем были в силах помочь. Они собрали деньги на приобретение необходимой одежды и восстановление документов, тем самым проявив сплоченность и человечность. Продолжаем выпуск. Первый в республике фронт офис волонтеров открылся на базе Центра обслуживания молодежи Талдыкургана. Здесь активисты-добродетели могут узнать, какая помощь требуется нуждающимся и оперативно протянуть руку помощи. Сила в единстве. Отныне волонтеры области будут сконцентрированы в одном месте. Здесь можно будет узнать, какие дела ими делаются. И, что более важно, можно стать одним из них. То есть быть полезным обществу и помогать нуждающимся. Этот фронт офис перворегиональный после республиканского, открытого в Нур-Султане 12 февраля. «В рамках этого фронт офиса будет работать колл-центр, который будет консалтинговые работы проводить. Также будет работать пункт сбора вещей и продуктов, где люди могут приносить свои вещи, приносить свои продукты. И мы будем полностью это забивать в реестр. После этого будем раздавать нуждающимся людям. Или же они могут приходить в любое время получать эти же вещи и продукты по собственному желанию в любое им удобное время». Стремящиеся к добрым делам волонтеры отличились и на этот раз. Посетили более 20 социально уязвимых семей, обеспечив их продуктами первой необходимости и одеждой. К слову, на этот год у сотрудников управления молодёжной политики области запланировано более 300 различных мероприятий. «Этот фронт-офис станет хорошим подспорьем для начинания добрых дел. Думаю, у нас получится реализовать все задуманные проекты. Через такие задумки мы сможем направить молодёжь в нужное русло и привлечь как можно больше людей в ряды волонтёров». Профилактика коррупционных проявлений в сфере образования стала ключевой темой в Карасайском районе. Семинар, инициированный специалистами Департамента по противодействию коррупции Алматинской области, собрал более 2000 педагогов и воспитателей Карасайского и Жамбылского районов. Какие меры борьбы со злом общества предлагают организаторы встречи, расскажет наш корреспондент. Несмотря на общую тенденцию снижения уровня коррупции в стране, система образования подвержена значительным коррупционным рискам. В связи с этим Департаментом по противодействию коррупции Алматинской области организована встреча с сотрудниками дошкольных, средних, технических, профессиональных учебных заведений. Как отметили спикеры, непрозрачными остаются вопросы освоения бюджетных средств, отбора персонала, определения категорий и нагрузок работников, а также персональная ответственность руководителей за коррупционные проявления подчинённых. В настоящее время одна четвёртая часть нашей республики вовлечена в сферу образования. Поэтому мы рассчитываем, что меры по преодолению коррупции получат вашу поддержку, отметил спикер. «Мы проводим такие выездные встречи, чтобы донести до каждого госслужащего и всего населения, как важна борьба с коррупцией. В образовательной среде этому нужно уделить особое внимание, учитывая, что коррупционные действия плохо влияют на молодёжь. Цель штаба в первую очередь – это призвать граждан к участию в антикоррупционных мероприятиях». Кроме того, сотрудники департамента посетили сервисный Акимат в селе Шамалганск. С недавнего времени там функционирует проектный офис Адалдыкалана. Организаторы рассказали местному населению об основных положениях антикоррупционной политики государства и призвали принять участие в этой нелёгкой борьбе. «У нас есть горячая линия по номеру 1424. Вы можете обратиться, если вам известно о коррупционных фактах», – добавили выступающие. «Я думаю, такие мероприятия нужно проводить чаще. Нам рассказали о проектах департамента и его работе. Особенно впечатлило видео с задержаниями правонарушителей. Думаю, если использовать наглядные примеры, коррупции станет меньше». Стоит отметить, что подобные профилактические встречи проводятся в каждом районе Алматинской области. Участниками подобных мероприятий станут сотрудники и других сфер деятельности. Ненадлежащая установка пандусов и тактильных дорожек, малое количество специализированных парковок, а также отсутствие системы аудиооповещения на светофорах – эти и многие другие вопросы беспокоят инвалидов Талдыкургана. О своих проблемах люди с особыми потребностями рассказали в ходе единого тематического приёма граждан в городском Нур-Отане. Подробнее расскажет Анар Магельдинов. Единый тематический приём, инициированный партией Нур-Отан, собрал свыше 40 лиц с особыми потребностями. Отвечать на интересующие их вопросы приглашены более десятка представителей различных государственных органов. Одной из актуальных тем остаётся неудобство в передвижении. Во многих общественных местах города отсутствуют пандусы и тактильные плитки, а имеющиеся установлены ненадлежащим образом. Претензии есть и к спускам на тротуарах. Также во многих светофорах отсутствует аудиооповещение. На наших светофорах нет системы аудиооповещения, хотя нам, незряющим людям, это очень необходимо. Тогда бы нам было бы значительно легче передвигаться по городу. Хотелось бы высказаться и касательно тротуаров. В некоторых местах покрытия отсутствуют. В свою очередь ответственные лица заявляют, что высказанные проблемы имеют место. Представители компетентных органов обещают разобраться в недочётах. «Нынешней весной мы с комиссией всё проверим, выясним все погрешности и ошибки. Там, где мы их зафиксируем, всё приведём в соответствие положенным нормам». Не предусмотрена инфраструктура для инвалидов и спальных районах. Чтобы не допускать повторных ошибок, пришедшие на приём предложили свои пути решения. «Собравшиеся просят решить вопрос и касательно специальных парковок. Их очень мало, тетуют они. А на имеющихся стоят зачастую не те, кому положено». «Есть законы и правила дорожного движения ПДД, раздел номер 25, где стикеры имеют право вывешать только те машины. Кто управляет эту машину с ручным управлением, это для людей опорно-двигательного аппарата и спецмашины. А сейчас, получается, у нас люди, которые имеют сахарный диабет или проблемы с сердцем, проблемы с почками, они просто вывешивают стикеры. Это неправильно, это грубейшее нарушение закона. Эти стоянки предназначены только для людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Это колясочники, ампутанты и те люди, которые ходят на костылях и тросточках, либо тотально человек невидящий. Остальные категории не имеют права стоять на этих стоянках. Пожалуйста, будьте добры, снимите эти стикеры». В целях разъяснения правил ПДД представитель общественного объединения инвалидов Ерлик предлагает провести профилактический рейд. Инициативу Розы Ахжаркеновой в Тецело поддержали правоохранители. Затронули пришедшие и тему касательно обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Граждан интересуют, могут ли они по одному из этих соцпакетов лечиться за рубежом. «Если в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательно социального медицинского страхования данные заболевания там существуют, то есть по нозологии, то есть мы не можем оказать в рамках нашей страны, то есть вот это заболевание мы можем дальше будет рассматривать отдел и направлять, ставить в список и по порталу отправлять на лечение за рубеж. По показаниям, конечно, да. Все медицинские учреждения, в которых можно получить медицинскую помощь, всю необходимую медицинскую помощь в рамках гарантированного объема медицинской помощи и обязательно социального медицинского страхования, вы можете увидеть на сайте fms.kyz. «Если нет интернета, то есть вы можете позвонить в колл-центр 1406». Все высказанные вопросы, предложения и замечания представители компетентных органов пообещали тщательно рассмотреть и найти пути решения. По словам представителей партии Нур-Отан, на проведение необходимых работ у ответственных лиц есть срок до конца марта. В случае, если дела не сдвинутся с места, партийцы намерены принять соответствующие меры. Мы продолжаем выпуск, смотрите далее. Опаленные войной. 31 год прошел со дня вывода советских войск из Афганистана, но все еще идет розыск пропавших без вести. Помним, чтим и безмерно благодарны. Памятный митинг представителей этнокультурных объединений области провели у стеллых казах-алканалгас, посвященный Дню Благодарности Казахскому Народу. Объявляю благодарность за вклад в укрепление межнационального согласия и внутриполитической стабильности. Кто удостоится признания? Эхо войны. 31 год прошел со дня вывода советских войск с территории Афганистана. Однако память о павших в бою солдатах и офицерах не стирается. Все еще ведется розыск пропавших без вести. В этом списке значится и Куатбекпалатов. Уроженец Алакольского района был признан в ряды вооруженных сил в возрасте 18 лет. В Туркменистане прошел месячный курс молодого бойца. Затем был отправлен в Афганистан. В 1982 году в ходе ожесточенных битв Куатбекпалатов был признан пропавшим без вести. Попытки найти солдата не увенчались успехом. Память бойца, а также других павших в бою ребят, почтили минутой молчания. Они настоящий герой, доблестно исполнивший свой интернациональный долг, заключили организаторы мероприятия. Напомним, всего в афганской войне участвовало 22 тысячи казахстанцев. 924 из них так и не вернулись домой. 21 человек все еще числятся пропавшими без вести. Если говорить о Хуате Бекпалатове, он был человеком чести и слова. Мы с ним воевали плечом к плечу примерно год. Он был моим хорошим другом. Спортсмен, отличник и просто хороший человек. Только так я могу описать его. Я был там, когда он пропал. Если честно, до сих пор бывает, просыпаюсь ночью и вспоминаю его. Спасибо. День благодарности дань казахскому народу за оказанную помощь в тяжелые годы депортации. Тогда Казахская ССР стала пристанищем для многих представителей разных национальностей. Коренное население делилось прибывшими последним куском хлеба, одеждой и кровом. В Дань благодарности казахскому народу у одноименного монумента в селе Бастубе выступили потомки депортированных, чьей второй родиной стал Казахстан. Корейцы, чеченцы, курды, немцы. Более 40 этносов проживают сегодня в Каратальском районе. День благодарности для них не только праздник, но и дата трагических событий их народа. Правлением ассоциаций корейцев Казахстана ведется большая планомерная работа. И вот в этом руководство с этим привлекли ученых-востоковедов. И в настоящее время принято решение о создании, выпуске именно книги о трагических страницах истории прошлого, чтобы таких моментов в новейшей истории не было. Мы должны воспитывать молодежь на примерах наших предков, резюмировал Владимир Ли. У этнокультурного объединения впереди большие планы – выпустить книгу памяти. Это не только назидание потомкам, но и своего рода дань благодарности казахскому народу. Казахская земля – это благодатная, благодатная. Люди очень добрые, отзывчивые. Почему? Потому что именно в тот период, в 1937 году, когда прибыли депортированные с Дальнего Востока наши отцы и деды, на тот момент казахи, которые пережили до этого периода голод, холод, несмотря на это, они протянули руку помощи, дали кровь, пищу. И самое главное – надежду на то, что у нас, у детей есть будущее. В Алматинской области на сегодняшний день проживают представители более ста этносов, которые вносят свой вклад в развитие и процветание нашего региона. К примеру, немецкий этнокультурный центр «Видергебурд» несколько лет назад начал реализацию проекта по борьбе с опустыниванием земель южного побережья озера Балхаш. Более ста гектаров было засеяно Саксаулом. Ещё одним примером является трагедия в Казала-Гаше. По инициативе членов Ассамблеи народа Казахстана в селе была восстановлена общественная баня и построен детский спортивный центр. Таких примеров, по словам заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, сотни. По проекту «Связь с исторической родиной» по инициативе нашего корейского культурного центра Южнокорейская медицинская клиника Хёнди проводит сотни приёмов, бесплатных приёмов, консультаций наших граждан. В этом году запланирована здесь, в Каратарском районе, международная конференция, посвящённая именно сельскохозяйству. Такие работы, вот такие примеры можно привести сотни и говорить очень долго. Поэтому сегодня мы всех поздравляем с Днём Благодарности. Спасибо. В преддверии Дня Благодарности прошло награждение представителей этнокультурных центров, средств массовой информации и воинских частей за вклад в развитие и пропаганду межнационального согласия и мира. Кульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. В преддверии Дня Благодарности более десятка жителей Талдыкургана удостоились почётных грамот и благодарственных писем от руководства города, в их числе отмеченных меценаты, предприниматели, журналисты, образования и многие другие. Как заявил секретарь Талдыкурганского масляхата, каждый из вышедших на сцену внёс особый вклад в укрепление единства и мира в нашей стране. Тимирбулат Ахажан выразил глубокую благодарность каждому, кто упорно трудится во благо Казахстана. Выступавший отметил, что предстоящее торжество – дань уважения и благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие к более чем миллиону людей в тяжёлые годы. И неспростра этот праздник отмечается в День образования Ассамблеи народа Казахстана. Кульминацией мероприятия стал праздничный концерт в исполнении детских творческих коллективов. Я как сын депортированных, как потомок, искренне благодарен казахскому народу, именно что они в тот тяжёлый момент, эта земля приняла и моих предков, и все народы, обогрела, приютила. И, конечно же, чувство благодарности, она всегда у нас сидит. И во мне сидит, и в следующем поколении будут сидеть. Но мы должны благодарить не только в этот день, 1 марта, мы должны благодарить каждый день друг друга. Мы должны об этом помнить всегда, что благодаря взаимной поддержке, взаимной помощи, именно человеческому началу мы пережили тот период. И сегодня живём, вот как мы с гордостью говорим, представители 130 этносов, как одна большая дружная семья. Более 20 турецких военнослужащих погибли в результате авиаударов в Сирии. Такие данные привёл губернатор провинции Хатай на юге Турции Рахмид Доган. Ответственность за бомбардировки он возложил на сирийскую правительственную армию, хотя турецкие издания ранее сообщали о авианалёте ВКС России. Президент Реджеп Таип Эрдоган в этих условиях созвал экстренное заседание Национального Совета Безопасности. Напомним, ситуация обострилась на фоне переговоров между Россией и Турцией о снижении напряжённости на севере Сирии. На фоне новостей о распространении коронавируса Саудовская Аравия закрыла доступ иностранных паломников в святые для мусульман города Мекку и Медину. Кроме того, в Королевство запрещен въезд по туристическим визам для граждан стран, в которых были выявлены случаи заражения новой инфекцией. Во Всемирной Организации Здравоохранения выразили надежду, что эти меры позволят Саудовской Аравии усилить контроль за эпидемической ситуацией в стране. Наиболее тревожные новости о распространении коронавируса на Ближнем Востоке поступают из Ирана. Исламская Республика занимает второе место после Китая по числу жертв этого заболевания. Там умерли 26 человек. 37 тысяч бутылок водки уничтожено в городе Виннице на западе Украины. Министр юстиции Денис Моллюско назвал это крупнейшей публичной утилизацией алкогольных напитков в истории страны. По его словам, так власти заботятся о потребителях. Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого самопала на прилавки магазинов, отметил чиновник. Как отмечают в Министерстве юстиции, 14 тонн конфискованных алкогольных напитков разлили в большие баки и отправили на предприятие, которое занимается очисткой источных вод. Все этапы снимали на видео для подтверждения факта утилизации. Казахстан В нем принимают участие шесть команд. И по итогам четырех этапов уверенно удерживает лидерство Шемкенский Казыгурт. Зюша у Матинской области расположилась на четвертом месте. Отстают наши баскетболисты от третьей строчки Павлодарского РТШ всего на одно очко. И потому хозяева площадки намерены обогнать ближайших соперников. В прошлом году мы вот начали играть, в этом году мы второй год играем в этом чемпионате. Если в прошлом году были пятое место, то мы сейчас перед собой поставили результат. Третье место и побороться в плей-оффе может быть подняться на команду выше. К слову, пока что Алматинская область в пятом туре показывает себя только с лучшей стороны. Первая игра против баскетбольного клуба «Алматинский легион» закончилась для хозяев площадки уверенной победы со счетом 82-65. И на этом любители оранжевого мяча останавливаться не собираются. Стоит отметить, во всей республике нет такой школы баскетбола, которая бы пробилась на чемпионат Казахстана, кроме областной Зюша. У нас следующий тур будет сложным. Сейчас нам нужна победа, тогда сможем побороться за второе место. Если все удастся, тогда будем ставить перед собой задачи войти в национальную лигу. Напомним, каждый тур в рамках высшей лиги проходит в один круг. И каждый из команд проведет по пять матчей в течение пяти игровых дней. По итогам шести туров определится команда, которая попадет в национальную лигу страны. Алексей Цоя, Блайкутыкбай, телеканал ЖТСУ, Талда Круган. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова